Главный плюс этой машины в том, что все управляется одной рукой. Не надо никаких огромных рычагов, ничего. Джойстик, который позволяет переключать передачи вперед-назад, изменять угол поворота. Французский телескопический погрузчик один на весь Болховский район. Аргумент для демонстрации машины зампреду правительства Данилов-старший нашел веский. Техника куплена на средства Гранта. Почти 5 миллионов по областной программе фермер получил в прошлом году. Субсидия помогла увеличить стадо и обзавестись летним молокопроводом. Технический прогресс оценили все, от доярых до потребителей молока. Плюс этой системы в том, что молоко получается качественное, и доярки производительность увеличивается, и ее труд становится легче. Одели сколько угодно, а себе очень мало. Еще 5 лет назад Сергей Данилов был главой района. Когда карьера чиновника закончилась, возглавил КФК. Справиться с большим хозяйством, где только пашни и 2000 гектаров, помогает штат из 15 человек. Если понадобится сменить город и карьеру юриста на село, и фермерскую долю, готов и сын Андрей. Казаться сказать, что я этим заниматься не буду, и все бросить, чтобы все растащили, и все пропало, естественно, это будет преступление. Здесь можно зарабатывать. Вот что я говорю своим друзьям, что что бы кто ни говорил, что ты будешь ходить по навозу в сапогах, но тем не менее, ну да, сегодня, допустим, плохо, да, а завтра будет хорошо. Желающих зарабатывать в селе мы без господдержки не оставим, заявил Василий Новиков. В этом году у нас уже практически все подошло к тому, что мы принимаем документы, и, по-моему, на днях должен быть еще конкурс для проведения такой же конкурс по грантам. И надеемся, что такими шагами, хотя бы такими шагами, мы все-таки будем помогать селянам для того, чтобы они развивали такое направление, которое мы сегодня здесь вот видим. В минувшем году на развитие и поддержку фермерства из федерального и областного бюджета было выделено почти 42 миллиона рублей. В этом году объемы субсидий меньше не станут. Планируется создать 6 семейных ферм и 18 крестьянско-фермерских хозяйств.